Субтитры сделал DimaTorzok И мы направляемся в данный момент на поиски колбы по заданию товарища гинеколога И другой товарищ именно циклоп нам выдал очередной стих, стих-загадку, вот такую, где нам и нужно искать эти колбы Вот, но я думаю, что все и так понимают, где именно Именно на армейских складах, где витает дух анархии, то бишь группировка свободы в районе, где те, что за бабло, завалят хоть кого Вот, конечно же имеется в виду товарищи наемники Вот, ну и будем искать эти колбы именно под опорой ЛЭП Та, что помогает именно мощь АЭС доставить в мир людской Но есть один подвох, подвох, нам придется перелезть к ограду Так или иначе, направляемся вот к этому переходику прямо на армейские склады И продолжим вот в этом районе, в районе именно обитания этих самых наемников Продолжим прямо там Отправляемся Ну что же, вот добрались мы уже прямо до армейских складов Добрались до деревушки кровососов И направляемся, как я и говорил, к товарищам наемникам Давайте немножко прогуляемся по деревушке Может быть даже кого-нибудь тут убьем Вот, например, такого представителя Отлично Завалили сосуна И движемся дальше К товарищам наймам Сейчас мы их поприветствуем И колбы наши, конечно же, найдем Вот и наемники Как обычно На своих постах Или посту Куда гад Вот так вот Завалили Пока они там полдня думали Что чего случилось Вот тут еще, как обычно, один мужик тоже скучает Кхм Который завалит за бабло хоть кого Вот так вот приложили мы его Ну, видимо, сонные наемники Еще не проснулись И вот именно в этом месте Мы попробуем, как бы что ли, перелезть в ограду Вот так запрыгиваем И бежим под одну из этих опор лэп Вот прямо Именно к той опоре мы и бежим Аккуратно А вот и колбы Вот они Мы их нашли Замечательно Вот такие колбы По заданию товарища гинеколога Отлично Нашли Возвращаемся обратно к нему А вот к нему Каким же путем мы пойдем Вот Обычным путем мы тут не пройдем То бишь мы ограду не перепрыгнем Спокойно Поэтому бежим по направлению К переходику в бар А бежим прямо вот сюда Только там мы сможем обратно Что-либо перейти Пересечь эту ограду Внимание Товарищ сосун Сейчас мы вот так вот Чуточек приложили Пускай отдохнет И так кровушки уже попил Видимо много И движемся дальше К переходику в бар Бежим Летим Сейчас прямо в записи перейдем И уже продолжим Напротив товарища гинеколога Отличная погода на складах Дождевая Но это нам не помешало Найти колбы Вот так От переходика отказываемся в бар И уже направляемся к переходику Именно на неразведную землю Вот мы уже прямо и здесь Продолжим Напротив товарища Гинеколога Продолжим прямо там И вот мы уже прямо здесь Вот мы уже прямо тут Шура привет Принесся колбы Три штучки Здорово стрелок Спасибо Голограмма выяснил Что для перфузора Еще надо достать Два блока питания И микросхему управления От экзоскелета Свободовцев Я думаю Это уже не такая Гигантская проблема Да Это попроще Тема будет Ты далеко не ходи Я тут узнал Проглючик один Его голограмма Еще в том году Из ручного телепортера Сделал Вернее Их было несколько Где они сейчас Не знаю Но точно знаю Где один А для чего Мне этот ключ Он возможно Снимет защиту В виде телепорта С одного из входов В огненную пещеру Ты ведь Хотел туда заглянуть Вот и посмотришь Что там да как А если там база чья Может быть И экзоскелет Свободы найдешь Или аккумуляторы к нему Короче Есть тут место Рядом с карьером В виде воронки Там зона аномальная Старик говорит Что там Когда-то давно Метеорит упал Так вот У одного из камней И найдешь ключик Он похож на телепортатор И срабатывает от тепла И биополя Человека Почему именно там Сталк там один сгинул А шел он от нас Тогда голограмма ему Один такой ключ продал Ну здорово Давно хотел заглянуть В эту пещеру У меня просьба Пока хожу Сделай копию карты Что из сейфа достали Только метки На ней не ставь Вот и поговорили Поговорили И направляемся К месту падения Метеорита По словам товарища Стариканыча Вот видимо В этом районе Мы поищем Данный ключик Поглядим Так или иначе Идем именно туда Да Вот такая прямо Отличная погода Отличная погода На неразведанной земле Дождище идет Сильнейший прямо А мы бежим Бежим на поиски Ключа По заданию товарища Гинеколога Точнее гинеколога Вот Ну пока мы бежим Снова хочу Ребятам вам сказать спасибо Спасибо за ваши комментарии К прошлой серии Вот Все почитал Все увидел И приятно что даже Вы меня поддерживаете В каких-то моментах Моего именно Комментирования Моих прохождений Вот Тоже все это приятно Видеть И читать Бывают даже шутки От вас Тоже приятно Их прочитать Так что спасибо За не только ваши лайки Но и ваше Приятное Комментирование Ну так Точнее комментирование Комментарии Комментируют Якобы Вы пишите Так или иначе Бежим А бежим мы дальше К этому району Падения Метеорита По пути Повстречали собачек Небольших Таких белых Сейчас мы их завалим И пойдем Своей дорогой дальше Вот Ну и видимо Попозже Попозже Заглянем еще Вот к этому району Проверим Все таки Танячок Этого товарища Старика Давно мы его уже Как бы видели На миникарте Но никак К нему Как бы что ли Не подошли Не подойдем Никак Скоро мы там Все таки будем Но пока бежим Вот именно Вот сюда Вот именно К этой Воронке Огромные воронки Ух таки Прям молнии Огромные воронищи И что же мы видим Вот тут не все Так просто Не все тут Так просто Как казалось бы А вот и видим Эта штучка Которую мы Именно ищем Ну что же Подойдем поближе И ее Конечно же Возьмем Возьмем И еще и поработаем О да Тут прямо Куча кучейская И таких И сяких Собачек Сейчас мы Всех тут Поприветствуем Тоже Хорошенько Вратная Посмотри на них Прям кусают Меня Ребят Дорогие Ни в какие ворота Тоже ни в какие ворота Давай выходи Отчуше Оттуда сюда Прямо Собачатина Бегает Поганая Ну где ваша Мамаша Где же мамаша Вас Возвращает Пока Непонятно Где она здесь Вообще Видимо Вот эта Гадина Нет Не она Что Ребят Пора бы уже Пора бы уже Где ты Скотина Она где-то там В конце Там где-то Застряла Там Вот она Поганца Ё-моё Поганка Поганка Это Гадина Поганая Убили мы Ее Отлично Уже не могу Нормально даже Говорить Слова Отлично Убили Ну и где же Наш Ключик Где же он тут Был Кто вообще Похоже Вот он Вот он Ключик И мы его Все-таки Нашли Отлично Ключик Нашли Ну и как я Обещал Давайте Все-таки Проверим Давайте Все-таки Проверим Танечок Товарища Стариканыча Поглядим Что же В нем Такое Припрятал Тот Самый Стариканыч Сейчас Выясним Ну-ка Оставлю Тут рюкзачок С артами Пока У медика Лечусь Поправлю Здоровье И заберу Что же Получается Мы Его Обворуем Я-то Думал Что мы получили Как бы его За помощь Этому Товарищу Может быть Так и есть Но я уже Не помню Просто Я уже Не помню Вот где-то Тут В камнях Где-то Он тут Лежит То ли Наверху Ну-ка Ну-ка Где же Он здесь Ё-моё А Вот он Вот он Вот такие Тут вещи Два Титановых Хлопка Экзискелет Бандитов Гранатомет И пять Аптечек Аптечки Видимо Возьмем Аптечки Возьмем Да и В принципе Вообще Все возьмем Потом Чтобы уже Не было Метки на карте Нашли мы Таньячок Попозже Может быть Этому старикану Еще продадим Что-нибудь Подумаем А если что Вот такие показатели Этого Титанового Колобка Можете Поглядеть Но мы Уже Идем Теперь Мы Уже Теперь Идем Я Никак Не могу Успокоиться Что ж Такой Мы Идем Прям Вот в Это Озеро Попробуем Именно там Пройти Потому что Тут мы Не пройдем Во враге Во вход В эту Огненную Пещеру Данный Ключик Который Мы нашли Ее Точнее Ее А тот Именно Телепортик Не Отключит Который Наход Именно У входа Во враге Поэтому Бежим Прямо В озеро В озеро Бежим И будем Именно там Проходить Продолжим Уже Именно В том Районе Ну что же И вот мы уже Подходим Вот мы уже Прямо Подходим К этому Озеру Промокли Мы вообще До нитки Пока тут Бегали А сейчас Прямо еще И в воду Полезем Полезем Прямо в воду Что же такое Вот еще Всякие Аномалии Прямо как бы В воде Огненные Любопытные Но ничего Данная Аномалия Нам не помешает Чего не скажешь Вот именно Об этой Аномалии Такой Прямо Уникальный Аномалий При подходе Которой Нас тут Все прям Двоится В глазах Но Все таки Мы попробуем Попробуем Залезть В эту Нору Хоть мы уже как бы Ничего Нормального Не видим Но все таки Попробуем Пролезть Попробуем Пролезть Вот мы уже Почти здесь Ну-ка Свалились Мы или нет Вот Свалились Отличненько И вот мы уже Прямо находимся В этой Замечательной Огненной Пещере Вот мы Уже Прямо В ней Вот И если бы У нас не была Защита Опять таки От ожога Сто процентов То я думаю Мы бы тут Тоже получили бы Довольно Значительный Урон Лично Я так думаю Вот Появился товарищ Перегорим Снова Мы немножко Забегаем Вперед Ничего Вот и он Вот Ну и видимо Он конечно же Очень сильно Удивлен Что мы все таки Проникли в эту Пещеру Так или иначе Поговорим Привет Пилегарим Я думал Ты на задании Ну парень Ты настырный Сумел Телепорт Один отключить Что Поворовать Залез Так тут Мало что Есть для вора Так скорее Место для отдыха И общения Не Я не вор Просто Заинтересовали меня Таинственные хозяева Этой пещеры Кстати Они тут Нет Не вернулись Еще И задание Мое тоже Пока Отменилось Так зачем Пришел А мне Нужны два Блока питания Для экзоскелета Группировки Свободы И плата управления И заодно Вопросик На засыпку Как к этим Снайперам По мирному Подъехать Надо узнать Кое-чего Блоки питания Где-то валялись Можем смотреть Насчет Плат управления Не знаю Есть тут Только сломанный Магнитофон Может быть От него что подойдет А насчет Снайперов Уж не собрался Ли ты к ним На службу Если нет То можно Попробовать Способ один Есть у меня ПД Одного наемника Я его На прошлом задании Порешил Можно по нему Отправить сообщение Главарю снайперов Типа к нему Идет для работы Человечек Испытательный срок Пройден перед вступлением В наемники Насколько я знаю Снайперы И наемники В друзьях ходят Ну мысль дельная Отправляй смс А я пока Посмотрю плату И блоки питания Если получится Сочтемся Это блатной Отправил к тебе Фраерка Пусть на тебя Пошестерится бесплатно Видите ли В наемники Он решил вступить Посмотри Ему ж умеет Че Вот такое сообщение Мы Точнее именно Товарищ Пилигрим Отправил Химери А что за нашивка Мужик Что же это за нашивочка Ну ладно Какая то любопытная Нашивка То ли это вообще Там медведь Как это называется Это Единая Россия Ну конечно же Это не это Но фиг поймет что Ну ладно Давайте попробуем Попробуем Прошерстить Эту пещеру И что нибудь Я думаю найдем А вот и сообщение Именно Товарища Как бы Химера Это блатной Да Ну ладно А попозже Может быть Еще и Пошестерим Пошестерим На химеру Но это будет Попозже А сейчас Мы же найдем Две платы Вот и две платы Прям валяются Кто-то их вытащил Видимо из этого Магнитофона Вот тут еще Такие вещи Мы находим Всякие различные Кое что возьмем Давай Бери уши Такой Вот Кое что возьмем А чтобы людям Было не обидно Вот это Положим сюда Ну а товарищи Старика Мы все таки Видимо как то Успокоим Вот Я думаю Что все таки Мы получили Танечок тот самый В награду от него Было бы это логично Так Ну и пока Весьма хватит Да Тут пока хватит Платы мы нашли Ищем теперь блоки Блоки питания Ну-ка И находятся они Именно здесь В соседней пещерке Но тут играет Музончик Тут музончик Вот такой Отличный музон Отличный тут играет Музончик Виктор Цой Поет нам песни А вот тут еще Вот такие вещи Мы можем найти Вот такие вещички Тут лежат Но такие вещи Мне лично Ни к чему Лично мне Поэтому отсюда Мы уходим И как вы видели Мы нашли еще Еще один ключик Еще один ключик Который убрал Телепорт на выходе Вот Но он видимо Как то А вот он Да Вот он Еще один телепортик Точнее Деактиватор телепортов А вот именно И блоки Питания Давайте Снова Включим Звук Включим Звук Включили Мы его И уже Выходим Выходим Из этой Огненной Пещеры Выходим Или нет Или мы Запутались Да Мы немножко Запутались Ну ладно Ничего Сейчас все таки Выйдем Выйдем А что же здесь Такое Какое-то Любопытное Ответвление Так Ну ладно В принципе Не суть Я думаю В принципе Не суть Ну И мы Все таки Выходим Выходим Из этой пещеры И возвращаемся Обратно К товарищу Гинекологу Кто нас видит А плоти Видимо Да Плоти Плоти Прямо все Тут тоже Купаются Под этим Дождем А мы Возвращаемся В пещерку Продолжим Напротив Товарища Гинеколога Так Прибежали мы Прибежали Там вообще Кто-то пуляет Любопытно Попозже Поглядим Да Ты оказался Прав Были там Два блока питания Для экзо Свободовской А микросхемы Вот Предложил пару плат Из сломанного Бобинного Магнитофона Может быть Подойдет Да Плата Подойдет Думаю Голограмма Заменит микросхему На кучу Совдеповских Добротных Деталей Из этих Магнитофонных Плат А про копию Карты Не забыл Нет Все сделал В лучшем виде Забирай На сборку Перфузора Потребуется Время А я пока Порешаю Как у снайперов Реагенты Добыть Ну хорошо Порешай И получили мы копию карты И саму карту Клыка Замечательно Замечательно Вот она Копия карты Клыка От лечника Получили мы ее Ну и теперь Направляемся уже К товарищу Химере А товарищ Гинеколог Будет думать Будет думать Где же ему Разобыть Реагенты Где же ему Их раздобыть Смотрите Убили Стариканыч Отлично По моему Он не убиваемый Но его Его убили Но его Все таки Убила Химера Представляете Пришла в гости Химера И вообще По моему Всех тут убила Вот это дела Вот это делище Давайте конечно Этот момент Перезапишем Само собой А то как же так По моему Она тут была Еще не одна Это Химера Ивановна Да Такие дела Тут были Ветер Прямо Погиб Опытный человек Сейчас Переиграем Так Ну что же Я переиграл И переиграли мы Вообще С момента Отправления Смс Этим Перегримом Товарищу Химере Почему Потому что Нельзя После этого момента Ни в коем случае Сохраняться И потом Эту сохранку Загружать Иначе Будь с Бл Логики Сбой Логики И все эти люди Уже будут Не зелеными А будут Именно врагами Так что Вот такие делища Ну а пока Все нормально Вот он Химера Так Привет Насальника На практику Я к тебе Будущий наемник Есть задание Чтобы быть Ладно Его голову Барян Но голову Раскусит Раскусит Лично 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 И получили Направляем Направляем Это уже Смотри. О, Дэн мне говорил, торговцы таком. Он чего? У вековечья так себе что ли собрался? Личность колоритная. И голова тоже. На мутанта похож. Но попробовать можно. Может быть не похож все-таки, или похож? Самое главное, нужен материал для работы. Под такой череп подойдет череп матерого контролера. Вернее, его голова. Кого? Контролера? Ты шутишь? Мне сейчас не до шуток. Ты бы еще про голову плоти сказал. Ну, почему шучу? Люди у меня мастеровитые. Мастеровые. Для попытного выражения. Да и у меня глаз алмаз. Сказал же, нужен контролер с неповрежденной головой. Причем целиком. А то ты голову ему не так отрежешь еще. Тело нужно добыть немного несвежее. Чтобы полежала ДНК-2-3. Материал для работы будет попластичнее. Помягче. Тут пару раз, пару дней назад, наши ребята в ржавом лесу, что на радаре, у одной искал, что по периметру леса, такого контролера как раз и завалили. Но унести не смогли. Монолитовцы налетели. Пришлось самим ноги уносить. Так что бери рюкзак побольше и неси этого контролера сюда. Остальное не твоя забота. Ну, хорошо. Только я с трудом верю, что из головы контролера получится голова Сидоровича. Да. Ты бы еще сказал, что нужно сделать голубу Сидоровича из головы псевдогиганта. Не пойду я. Ну ладно, пойдем, конечно же мы. Нам же нужны реагенты. Пойдем и достанем труп контролера. Направляемся прямо на радарище. Вот, через данный переход пойдем на склады. А оттуда уже прямо на радар. Так, ну что же, продолжаем приключения. Мы уже перейдем по радару. И мне пришлось еще раз, еще раз переиграть. Потому что нельзя даже вообще в этом моменте, пока мы не выполнили данный квестик, вообще нельзя даже выходить из игры. Вот, то бишь даже автосейвы тут тоже будет именно сбой данного квеста. Вот, как бы, именно сбой логики в этом моменте. В этом моменте будет сбой логики и товарищи снайперы или мстители снова будут врагами. Поэтому мы переиграли. Времечко поэтому немножко даже поменьше сейчас. Пока мы бежим по этому лесочку на радаре. И бежим мы, как вы помните, на поиски именно трупа контролера, матьерого контролера. Который должен валяться около одной из скал. Ну, то бишь, вдоль скалы мы идем, вдоль этой скалы. И вот тут мы и находим этот замечательный труп. Не менее замечательного контролера. Ну-ка, ребята. Сперва чуточек подлечимся. О том, чтобы что-то прямо забрели. Такую радиоактивную зону. И вот он. Вот он, замечательный контролер. Нашли мы его. Нашли мы его. Вот такой вес у него 80 килограмм. Труп матерого контролера. Видно, что был убит примерно... Да не 5 назад. Поскольку трупное коченение уже прошло. Прошло. И уже начало немного вонять. Голова без видимых повреждений. Замечательно. Труп нашли. Возвращаемся обратно к товарищу Филину. Продолжим. У него. А тут, видимо, такой прямо клондайк. Клондайк артефактов. Кстати, да. Забыл показать, где же мы нашли труп. Вот, ну, где-то, видимо, вот в этом районе мы его и находим. Продолжим напротив товарища Филина. И вот мы уже находимся прямо напротив дяди Филина. Поговорим. Мля, принес я тебе контролера. Туша уже вонять начала. Самый пластичный материал скоро стухнет совсем. О, вижу, у тебя дар есть некрофилы. Похвально. Кидай тушу куда-нибудь. Да аккуратнее. С телом от тебя не дрова. За работу с тебя 10 когти химеры возьму. Да в рублях 100 тысяч. Надеюсь, это не так много. Эээ, некрофил? А это кто такой? Вот кем только не обзовут. Ну ладно, по рукам. Достану все, что нужно для работы, для оплаты. И приду. Ну не терчай, это я к слову. Кто еще кроме нас возьмется за такую работу? Все сделаем в лучшем виде. Кстати. Хе-хе. А может быть вместо сидеручья чучела твоей головы сделать? Нет, спасибо, не надо. А мы уже все собрали, пока бегали. Специально я все это подготовил. Ну, нашли мы еще когти химеры 3 штучки. А 7 нам, как мы помним, выдал именно товарищ гинеколог. Вот оплата, заказ готов. Да, все сделали. Можно ценить. Товар лежит рядом с треногой под дрова. Работа оказалась непростая. Зря я так мало себя денег взял. Ну да ладно. Мало? Ну, сколько попросил, столько и принес. Спасибо. Сейчас заценю работу. Если захочешь еще чучело какое сделать, милости просим. Если свою, то сразу еще контролера готовь. Хе-хе. Спасибочки. Потеряли мы 100 тысяч рублей и когти химеры. Отлично. А вот и голова товарища Сидоровича. Так. Вот она. Но это, видимо, нам уже не надо. Мы тут переигрывали, поэтому тоже это мы еще не выложили. Это нам тоже не надо. А вот и голова. Чучело головы Сидоровича. Изготовлено умельцами-охотниками из головы контролера. Получилось весьма похоже. Непонятно только, откуда мастер взял волосы. Нам тоже это непонятно. Так или иначе, квестик мы обновили. И направляемся теперь уже к товарищу Химере. И что самое любопытное? Самое любопытное что? То, что после перехода опять-таки на эту локацию с армейских складов товарищи Мстители уже были врагами. Уже были врагами. Но, о чудо! После сдачи этого квестика, то бишь, когда мы уже получили эту голову, они снова зеленые. Давайте-ка проверим еще разочек, мало ли. Может быть, я что-то перепутал? Я даже специально переиграл с автосейва. Автосейва именно захода на данную локацию. Ну-ка. Вот, пожалуйста, Виталий Могильщик тоже друг. Так что мы можем, в принципе, даже переигрывать. Переигрывать уже в этом моменте с автосейвой. И, может быть, даже и с квиксейва. И тоже все уже будет нормально. Так что не пугайтесь, если, мало ли, вы увидели, что эти люди враги. И, главное, довести все именно до завершения. Именно до получения уже головы Сидоровича от товарища Филина. Вот так. Да, и что еще? Мало ли, это как-нибудь, может, тоже повлияло. Я не сдал квестик пока еще этому... Кому? Гинекологу не отдали мы ему блоки. Блоки и платы. Которые мы все-таки взяли уже, да. Но у меня такое подозрение, что все-таки это уже не влияет. Потому что, как я уже говорил, эти были люди уже врагами. При заходе обратно на эту локацию. Так. Ну, хеллоу. Забирай резу отрезанную. Забирай репу отрезанную. И давай рекомендации, средства твоего для невидимости. Ну-ка, поглядим на товар. Да. Ну и поглумился ты над ним, живодер. Ладно, дам ребятам, пусть футбол погоняют. Теперь о награде. Рекомендации я отправлю. А средства у меня нету. Я не храню его при себе. Опасно. Хотя и убить меня нельзя, но свистнуть могут. Таник есть, но где он, братан, сказать не могу. Не обижайся. Лучше я отвечу на любой твой вопрос, но не на этот. Бля. Да, я сейчас тебе самому голову откручу. Хотя, вопрос есть. Чего это вы тут делаете? Вроде бы не грабите, а просто... А просто убиваете. Любопытно. Стрелок, есть наводка на тайничок. Заходи. Отлично. Циклоп снова телепат. Нам предлагает тайничок, наводку на тайничок. Хорошо. Опыт. Мои ребята тут тренируются. Потом едут по горячим точкам. Где еще за периметром моно безнаказанно убивать научиться? Может быть это и хреново. Убивать-то. Но у каждого своя работа. Это лучше, чем предательство. Да и дело у нас тут заодно. Наши люди на многих локациях есть. Ищем человечка одного. Дочку одного босса большого. Пропала она в зоне. Не удивляйся, да, именно женщина. А теперь гудбай. Я и так сказал тебе лишнего. Забирай арт на прощание и проваливай. Ну, спасибо. Получили золотой ломать. И потеряли чучело головы Сидоровича. Ну что же. Наводка есть. Это очень хорошо. Да. Действительно, да. Вот. И возвращаемся обратно к товарищу Циклопу. И к гинекологу тоже возвращаемся. Продолжим снова в этой пещере. Такой, как бы жили. Ээээ. Медицинской пещере. Продолжим прямо там. Так. Ну что же. Вот мы уже практически добрались. Практически мы добрались до этой пещеры. До, как бы, такого лесного медпункта. И что самое любопытное. Мы же еще колботы и всякие блоки питания не отдали. А перфузор уже собран. Он уже лежит прямо здесь. На полу. Вот такие любопытные делища. Вот такие любопытные делища. Замечательно. Ну и теперь уже идем к товарищу Циклопу. Пускай нам подсказывает. Ну и что. Где же ты ничего к этого... Химеры. Так. Циклоп. Развели меня. Не достал я вам реагентов для перфузора. Химера меня обманул. Ничего не дал. Кроме арта. Сказал только, что расфор у него в тайнике где-то. Но может быть опять соврал. И ты расстроился. Главное, что он сказал про тайник. А где он? Узнать не проблема для меня. Ты заберешь не часть реагента, которую он хотел тебе дать, а все, что есть в тайнике. Спрятал он его. Хорошо. Так что слушай внимательно. Где стремятся ввысь пять пиков? Спустись с небес в людское бытие. Та кукла, что хозяйкой позабыта. В одной из комнат ты найдешь ее. А рядом с куклой в доме Том найдешь рюкзак свой с хабаром. Ооо, а попроще нельзя? Ну, видишь ли, в чем тут проблема? Я вижу не сам тайник и не то, что внутри, а только примерное место его нахождения. И то сквозь пелену какую-то. Вижу смутные очертания близлежащих к тайнику предметов и объектов. И могу выразить все это только в форме загадок. Хорошо, что хоть так умею. Но удачи. Ну, спасибо. Я думаю, мы все поняли, где же нам искать. А именно на радаре. В районе этих антенн. Пять пиков. Отличненько. В доме, где кукла. Мы ее уже, по-моему, даже видели. Но если не видели, то скоро увидим. Продолжим прямо на радаре. И вот мы уже прямо здесь, вот эти замечательные пики, поднимающиеся ввысь. А мы лезем вот именно в этот домик. Лезем мы снова в этот домик. Уже в который тоже, видимо, раз. Снова лезем именно вот таким путем. В этот замечательный дом. Вот так аккуратно залезаем. Проваливаемся. Главное не попасть в хваталочку. Иначе будет плохо нам. Нам и нашей Броньке. Аккуратно. Вот так свалились мы. Ну и где же тут кукла-то? А вот, по-моему, именно здесь. Где-то тут, по-моему. Кукла. Что ж такое? Забыли уже, где кукла? Так, конечно, найдем. Найдем эту куклу. Вот она, кукла. А вот и тайничок, вот и колбы. Вот и колбы, вот и кукла. И вот и тайничок. Хм. Что ж, уже больше, как бы, видимо, колбы и не нужны. Но мы их все-таки возьмем. Возьмем. А что же в тайнике? А вот такие вещи. Ну, в принципе, не особо они и... Нужны. Вот это, все-таки, видимо, пригодится товарищу Сахарову по квестику. Как бы, квестику именно хамятскому. Ну, в общем, все возьмем вообще. Все возьмем. Вот так. Вот тебе, получай химеры. За то, что нас обманул. Отлично. Все нашли. Возвращаемся к товарищу гинекологу. Тут мы выйдем? Нет. Тут мы все-таки не выйдем. Выходим обычным путем. Вот таким. Именно вот таким. Всем привычным путем. Так, вернулись мы. Видите, что происходит? Люди пытаются взять. Пытаются взять этот перфузор. Хотят его уточить. Ну, ладно. Так или иначе, вот нашли мы такие колбы. Вот они. Любопытные колбы, тыщусь, с показателями. Вот, футбол играет. Отлично. Пообщаемся. Все, предназначил я колбы с реагентами. Забирай. Вот это да. Класс. Теперь есть надежда, что пациенты мои поправятся. Кстати, тут химеры говорил о женщине какой-то. Ты не знаешь? Нет, об этом я ничего не слышал. Вот возьми награду за работу. Клинок хороший. От сердца отрываю. Смотри, не продавай его. Его еще мой праздник с войны привез. Да заходи. Тут тебе всегда рады. Заодно и на результаты лечения посмотришь. Да. Возьми у циклопа еще одну наводку на тайничок. Мы получили баллоны. Смотрите-ка. Ух ты. Вот что мы получили. Да еще и нож военного хирурга. Замечательно. И миссию выполнили. Миссию выполнили. Отлично. Получили снова огнеметик данный. Полтергай. Полтергейст. Если что. Вот. Колбы. Эти еще остались. Да, все правильно. А где же ножик? А вот он. Вот такой нож военного человека. Ну что же. Все это замечательно. Теперь давайте поговорим уже с этим товарищем циклопом. По поводу еще одного тайничка. Циклоп. Добыл я вам реагенты для перфузора. Лечитесь. Спасибо, стрелок. Лечение займет некоторое время. Мне, наверное, всех дольше лечиться. Вот. Знаю я еще про один тайничок. Пусть будет в качестве подарка от меня. Стишок короткий. Место найдешь без проблем. Где кровопийцы в дом родной устало спит железный конь. Хм. Ну, спасибо. Я догадываюсь, где это местечко. Стрелок. Это не развод. Не удивляйся. Надо встретиться. Прятаться далее не имеет смысла. Жду тебя у пилигрима на нашей новой базе. Поторопись. Ну, и отлично. Посмотри, голограмму уже заправил и собрал перфузор. Ну-ка, поглядим. И что ж мы видим? Видим второй перфузор. Вот такие прямо чудеса. Проверить ящик. Хм. Лево видно. В общем, ничего мы не будем трогать лучше. Тут какая-то магия. Не магия, конечно же, а мистика. Так или иначе, трогать все-таки не будем. А может быть, поглядим? Проверим. А вот какие-то колбы. Тут какая-то колба тоже пустая, видимо. Ну, ладно. Вот. А от кого же было сообщение? А сообщение было именно от товарища Клыка. Да не удивляйтесь, Клык все-таки живой. Замечательно. Ну, а где штанечок товарища Циклопа? Конечно же, именно на армейских складах. Именно в деревушке Сосычей. Вот поищем мы там в том месте. У железного коня, именно у какого-то, видимо, автомобиля. И поищем тот самый Тайничога. Все поищем, все найдем. Но все это мы уже сделаем в следующей серии. Это я заканчиваю. Так или иначе, не забывайте про ваш лайк. Пишите ваши комментарии. И подписывайтесь на мой канал, если не хотите пропустить любое новое видео на нем. Всем пока. Всего вам хорошего. Увидимся в новых видео. Всем пока. Прорвемся. Я же я тут вон сколько не покопчу. Я и друганы мои прорвемся.